Несмотря на возраст, эти дети уже понимают важность помощи птицам. Хотя зимой нечасто наблюдались сильные морозы, юнаты всё же проявили заботу о пернатых. За это станция юных натуралистов вручила им подарки. В конкурсе было несколько номинаций – фотография, рисунок и красивая кормушка. На участке сначала повесили кормушки пять или шесть. Потом мой папа, там птичка сидела, и мой папа сфотографировал. Фантазия маленьких детей в строительстве домиков для птиц удивляла жюри. Хочешь ли подручные материалы? Доски, пластиковые бутылки, картон. Но победительницей стала Лиза Комарова. Кормушка, которую она сделала с папой, больше напоминала замок. Я придумала, мы с папой вместе сделали. С папой подарком поделишься? А вот чтобы выиграть в номинации рисунок, не обязательно ходить в художественную школу. Рисунок Полины Тростиной стал лучшим по итогам конкурса. Они, во-первых, помогают людям, и поэтому им тоже надо помощь. Такая акция о помощи птицам стала уже традицией для многих младшеклассников и дошколят. Практически все центры развития, школы и детские сады помогают пернатым зимой, устраивая такие конкурсы. Евгений Талов, Надежда Якушенко, Николай Фарафонов, Телемикс.